Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Благословен Господь, дающий Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. 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 Не будь, но не непосредственно в цитадели фараона, скажем так. То есть это было на берегу реки, во время прогулки или еще где-то. Здесь Бог повелевает Маше войти к фараону, то есть войти именно в то место, где он обитает, где сосредоточие непосредственно самой сущности фараона и той силы, которая стоит за ним. И интересный момент. Бог здесь не дает, ну, по крайней мере, вот по тексту личных указаний, что делать, что свидетельствует о том, что он сам лично пойдет вместе с ним. И в тех словах, которые он говорит фараону, можно четко увидеть идею, что Бог говорит, ты иди, а я буду делать. То есть предполагается, что если прежде Бог просто посылал Маше и Аарона к фараону, то в данный момент он сам непосредственно идет вместе с ними и он сам собирается делать нечто особенное. Значит, и вот я процитирую, значит, и сказал Господь Маше, войди к поро, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы совершить мне сии знамения мои в его среде. То есть Бог намеревается произвести нечто в самой сердцевине самого фараона. И мне это напомнило места из Нового Завета, которые говорят о том, что совершил Ишуа. Значит, я вам процитирую, Матфея 12, 40. Ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Колоссянам 2, 15. Отняв силы у начальств властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. То есть это он Ишуа совершил, находясь в преисподней. Дальше, Ефесянам 4, 7, 10. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А восшел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший, он же есть и восшедший, превыше небес, дабы наполнить все. И Евреям 2, 14, 16. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангела восприемлет он, но восприемлет семя Аврамова. И все эти отрывки говорят об одном, о том, что Ишуа, умерев, спустился в преисподние земли, то есть в сердцевину, вместо обитания сил зла, их сосредоточия, для того, чтобы властно подвергнуть позору. Точно так же, как в недельной главе говорится о том, что Бог собирается издеваться над фараоном, над его рабами. Вот, и чтобы ты рассказал вслух сына твоего и сына сына твоего о том, как издевался я над египтянами, о знамениях моих, которые я совершил среди их, и будете знать, что я Господь. То есть Ишуа, по сути, сделал то, что в общих чертах сделал Маше, будучи послан, точнее, не Маше делал, а опять же сам Господь. То есть ситуация такая, что то, что в данном послании Маше, как человек, выполнить не мог, Бог пошел вместе с ним, и он совершал то, что он собирался совершить в жизни фараона, в сердце фараона, вот именно в сосредоточии самого естества. Кто такой фараон и какие силы за ним стоят, об этом нам говорит Бог через пророка, значит, из Икииля, 29 глава, с 3 стиха. Говори и скажи, так говорит Господь, вот, я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал ее для себя, но я вложу крюк в челюсти твои, к чешуе твоей, прилеплю рыб из реки, из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всей добычей, рек твоих, прилепшую к чешуе твоей, ну и так далее. То есть здесь указывается на то, какова на самом деле сущность тех сил, которые стояли за фараоном. Крокодил, большой крокодил синодальном или другие переводы в великий змей или великий дракон. То есть фараон назван тем, кто в книге Откровений является пред нами как великий дракон, древний змей. То есть мы понимаем, что за фараоном реально стояло сосредоточие тех темных сил, которые узурпировали власть на земле, которые порабощают человека, которые ненавидят человека, издеваются над человеком. И Бог пришел для того, чтобы сокрушить эту силу, сокрушить эту власть. И Ишуа, как написано, смертью смерть попрал, потому что вот именно через страх смерти люди, как правило, и впадают в различные беззакония. Ну, это один момент. Момент второй, который тут уже, в принципе, цитировался, значит, для чего Бог совершает все это. Вот, и чтобы ты рассказал вслух сына твоего и сына сына твоего, как издевался я над египтянами. Дальше есть еще место, где говорится о том, что еврейский народ, каждый еврей должен праздновать Песох из года в год в память о тех событиях, которые Бог совершил в Израиле. И тут можно увидеть очень интересный момент. Я вот на днях прочитал одну статью, которая указывает на ошибки, которые совершают христиане в воспитании своих детей. Значит, берется за основание для такого подхода место «наставь юношу в начале пути, и он не отклонится даже до седин». И говорят, вот, воспитывайте, учите, наставляйте, назидайте. Да, все это хорошо, но в том контексте идет речь о том, чтобы передать, скажем так, определенный образ поведения или дисциплинировать. Но мы знаем, что как бы правильно человек ни поступал, если у него нет отношений с Господом, то он никогда не получит того, что получит рожденный свыше, имеющий близкие отношения с Богом. Недавно я слушал одну книжку о воспитании детей в аудиоварианте, и там рассказывается о такой вот интересной закономерности. Значит, круг действий детей, ну, их способностей, их возможностей, ну, скажем вот сейчас. Дети что-то могут делать самостоятельно, что-то они могут делать вместе с родителями, что-то они не могут сделать даже вместе с родителями. Значит, и вот, если вот это вот все графически изобразить, вот как внутренний центральный круг, это то, что дети могут делать сами, дальше идет круг, то, что дети делают с родителями, а дальше за второй чертой то, что дети делать вообще не могут, даже с родителями. Ну, еще не доросли, еще нет на то способностей. Значит, психологи выяснили такую интересную закономерность, что вот этот внутренний круг, он расширяется за счет того круга, где дети делают что-то вместе со своими родителями. И никогда не расширяется за счет тех дел, которые дети не могут делать ни самостоятельно, ни с родителями. И вывели такую закономерность, что для того, чтобы способности и возможности наших детей возрастали, необходимо с ними делать то, чему мы хотим их научить. И за счет вот этих совместных действий дети будут учиться и расширять свои возможности и способности. И Писание удивительным образом показывает ту же самую схему. Значит, когда Бог заповедует праздновать Песох, значит, Господь говорит, вот когда будешь, ну, говорит, делай это, и когда ты будешь совершать это служение, твой сын спросит тебя, а что это? Возникает вопрос, а с какой стати Бог вот так вот уверенно говорит, что сын спросит? Может же не спросить, но чисто теоретически. Но Бог с абсолютной уверенностью утверждает, будешь делать, он спросит. То есть, мы можем передать своим детям христианское воспитание и научить их тому, что нужно читать Библию, мы можем научить их тому, что нужно молиться, мы можем научить их тому, что нужно посещать собрания. Но очень часто, когда дети становятся взрослыми и самостоятельными, все это зная, все это делать умея, они это отвергают. Почему? Как правило, потому что родители учат их этому, но сами так не поступают. Для того, чтобы дети действительно это все хотели делать, для этого необходимо знать Бога и любить Бога. Так вот, для того, чтобы познакомить наших детей с Богом, нам необходимо приходить вместе с детьми в Божье присутствие. И если мы на протяжении всего времени, от рождения до бар-митсвы или бат-митсвы, будем делать это искренне вместе со своими детьми, будем приходить в Божье присутствие вместе с ними. Ну вот, как познакомить ребенка с Богом? Ну только прийти вместе. Ну нельзя сказать, сынок, иди к Богу и познакомься с Ним. Понимаете, о чем я говорю? Если мы будем делать это вместе и искренне, и с радостью, то наши дети научатся, они познакомятся с Богом, и они естественным образом полюбят и чтение слова, и молитву, и собрание святых. И тогда, я вот знаете, вот то, что Валентин Романович рассказывал сейчас о том, что государство берет контроль над воспитанием детей, я вот как-то задумался, а вот представьте себе, ну я представлял себе, что за синяки могут лишить родительских прав, а ребенок это же такое существо, вот моя Надя сейчас, она вся, вот у нее все коленки в синяках, и придет такая комиссия и скажет, а ты избиваешь, вот как я смогу этому противостать? А если такое, не дай Бог, случится против моей воли, и ее заберут из моей семьи, и она не будет знать Бога, что с ней будет дальше? Понимаете? Но тут другой момент еще есть. Если Бог говорит, что тебя спросит, сын твой, значит, мы будем вместе. Но будем вместе тогда, когда мы вместе будем совершать это служение. Я сейчас говорю не только о Песохе. Наша защита Господь, и детей наших защитить может только Он, но только тогда, когда мы сами Ему посвящены, и тогда, когда мы своих детей приводим Его в присутствие, и вместе с ними приходим. Поэтому я вдохновляю вас на то, чтобы мы действительно были вот детьми Божьими и приводили своих детей, чтобы Господь защищал нас, наши семьи, от всего того произвола, который может произойти в этом мире. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова